Условное возгорание произошло на втором этаже здания Брестского государственного областного училища Олимпийского резерва. О чрезвычайной ситуации немедленно сообщили в МЧС. В это время слаженные и быстро учащиеся последовали к выходу. К объекту, где произошел импровизированный пожар, прибыли спасатели. Для брестских огнеборцев не составило труда обнаружить очаг возгорания и произвести действия по его ликвидации. Одной из составляющих учебной эвакуации было обнаружение в здании оставшегося подростка. И с этой задачей успешно справились работники МЧС. Они вывели пострадавшего из горащего здания на свежий воздух. Надо научить их, чтобы они вели себя правильно в таких ситуациях. Помогали ближним своим, друзьям, ребятам, девушкам. Подростки хорошо сделали, правильно. Сработка была сигнализацией, все вышли на улицу, без вопросов, молодцы. Однако одним показателем выступлением профилактическое мероприятие не ограничилось. Далее по программе спасатели продемонстрировали учащимся возможности технического оснащения пожарных. Привели в действие гидравлический аварийно-спасательный инструмент. По многочисленным просьбам провели мастер-класс по ликвидации возгорания автомобиля, которое могло бы быть. По статистике транспортное средство горит до пяти минут. Если не предпринять скорые меры по ликвидации возгорания, можно поплатиться имуществом. С помощью огнетушителей с разными объемами спасатели произвели тушение разных уровней сложности. Помимо этого дали возможность и ребятам самостоятельно попробовать справиться с огнем. Все автомобили должны оборудоваться привычными составами пожаротушения, огнетушителями. Владелец сам выбирает, какой ему огнетушитель вывозить. Как мы и видели, огнетушители с малым объемом не совсем эффективны для тушения развившихся пожаров. Если незначительное загорание, да, он эффективен. Но если уже охватил пламя моторный отсек, то одним малым огнетушителем справиться практически невозможно. Полезным уроком можно отнести и поучительные фильмы. Вместе с тем брестские спасатели провели игры и викторины на знании пожарной безопасности. Со всеми молодежи всегда работать легко, потому что она понимает и впитывает в себя знания, которые и понимают, что они нужны им в практике. Да, если говорить про дошкольные учреждения, с ними как бы тяжеловато, потому что они еще им проиграться, они не понимают, что такое чрезвычайная ситуация. Но вот адамные учащиеся уже понимают, что это такое и чем это грозит. Продолжение следует...